я приветствую всех с вами татьяна у нас расклад на июль для представителей знака зодиака овен давайте посмотрим что вас ожидает работать я буду на вторую каши мы сейчас посмотрим энергетику июля для вас по декадам настраивайте пожалуйста на расклад подумайте какие у вас были планы на июль месяц а мы сейчас посмотрим что нам скажут карты овны июль месяц не забывайте ставить лайки пишите комментарии если мои расклады вам помогают это мне важно для моей работы нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео которые выходят на моем канале хорошо овны июль месяц овны июль кодеката энергия месяца июля для представителей знака зодиака овен хорошо давайте посмотрим с какой энергией вы входите в июль что у вас происходило в июле что принесло энергию в этот месяц 1 декада июля 2 декады июля 3 декады июля для овнов из чем вы выйдете из июля с чем вы войдете в август прошу прощения за звуки но жарко не могу закрыть окно энергии с которой вы входите здесь у нас ложится пятерка роз карта называется the garden the garden это сад здесь двое детей играет в саду карта у вас ложится в прямом положении она говорит что если дети еще не являются частью вашей жизни то скоро не появится вашей жизни также может быть говорит о том что ваш ребенок может быть уже взрослый может потребовать большее от вас внимания то есть может быть у одного или у нескольких ваших детей могут возникнуть какие-то свои заботы но как бы здесь ничего сложного возможности для улучшения они для них легко разрешаться или появится здесь также может быть реальный шанс или польза для одного из ваших детей которые в последнее время может быть прикладывали очень много усилий для решения каких-то вопросов поэтому карта говорит она у нас прямом положении она говорит что сейчас для ваших детей наступает очень выгодное время поэтому если вашим детям от вас потребуется какая-то помощь то конечно поддержите их но если у них возникнут проблемы карта говорит они эти проблемы должны решить сами вы их можете только поддержать морально а это их опыт и они должны его получать сами а вот в первое декады июня июля извините да первые декады июля то что будет происходить в вашей жизни здесь у нас ложится клиринда в расчищенный путь но в прямом положении карта говорит люди ехали к своему дому и у них на пути появилось препятствие то есть вот это дерево которое упало ну для них это очень тяжелая преграда которую они сами убрать со своего пути не могут но это преграда может быть метафорически по направлению к это решение каких-то вопросов но так как карта легла у вас в перевернутом положении и это то что может возникнуть именно или у вас с вашими детьми или это будет преграда у ваших детей то есть карта говорит те препятствия или вопросы или какие-то может быть проблемы которые возникли или у вас с вашими детьми или у ваших детей они будут легко преодолены то есть в перевернутом положении карта говорит что вот это дерево как бы падает и все препятствия которые но может быть для вас они или для ваших детей представлялись какими-то устрашающими они на самом деле легко и быстро были устранены да здесь могут быть какие-то посторонние события или другие люди именно помогут облегчить эту ситуацию и открыть путь но карта говорит что в любом случае с чем бы не связаны были эти преграды для вас для ваших детей или у вас с вашими детьми в решении вопроса вы найдете преграды вы все уберете и те вопросы которые вы считали заблокированными они для вас очень легко решаться именно в первой декаде вот вот эти две карты я сейчас вам объясню да что это значит но здесь может быть кто-то из овнов что у вас тут с детьми не знаю но может быть здесь будут какие-то судебные сдержки то ли решение вопросов может быть с дележкой имущества с наследством вот вторая декада июля июля здесь у нас ложится пятый старший аркан это у нас иларион это у нас вознесенный владыка и он связан с источником информации которые хранят хроники акаши у нас это мастер исследований науки истины исцеления конкретных знаний общение с духами если вы задумаетесь во второй декаде июля предпринимать шаги связанные вот с тем что я перечислила то карта говорит что самое время начинать то есть содействие вот этого вознесенного владыки для вас доступно то есть как бы если вы будете во второй декаде июля работать над каким-то проектом который потребует от вас исследований может быть строгого научного подхода внимание к деталям то вперед здесь может быть еще работа связаны с обнаружением доказательств необходимостью сделать выводы из этого открытия еще это работы которые связаны с исследованием например медицинское тестирование научное исследование судейская деятельность ну что-то связано с законом да сейчас одну минуту я поменяю лампочку для вас наступает время принять логические подходы ко всем вашим знаниям устремлениям потому что иларион сейчас с вами вы можете просто к нему обратиться он или даст вам нужную информацию или пошлет для вас нужных людей но единственное что его нужно об этом попросить это может быть связано или со здоровьем или с какими-то судебными процессами потому что у нас 3 декада июля легла семерка силы карта называется баланс ну это баланс равновесие здесь у нас кабинет рабочий стол лежат юридические документы и стоят весы весы у нас это или правосудие ну или баланс но карта у вас легла в перевернутом положении она говорит что вы можете вот начиная наверное с 2 декады июля и уже как итог в 3 декаде вы здесь можете запутаться в каких-то может быть сложных ситуациях которые заставят вас потерять ясность и даже энергию силы здесь могут возникнуть сложные юридические вопросы ну или будет ситуация которая покажется вам несправедливой или будет тянуться очень долго и все это может привести вашу жизнь в дисбаланс но как бы вас призывают быть активными чтобы именно по крупицам развязать вот эту сложную операцию но если это судебные сдержки карта говорит наймите адвоката получите или хороший совет пусть человек рассмотрит эту ситуацию может быть что-то вы не замечаете или какие-то законы доказательств ну или просто получите от знающего специалиста помощь чтобы именно разобраться во всех деталях вот этой сложной ситуации которая у вас может возникнуть именно в 3 декаде июля да, так как у нас карта перевернутая она говорит может быть результат не будет соответствовать тому что вы хотите но все равно постарайтесь сохранить баланс потому что если вы будете искать только справедливость вы высвободите такие чувства как месть или гнев и можете заработать очень сложную карму именно вот по этому вопросу поэтому карта вам предупреждает сбалансироваться сконцентрироваться может быть конечно это связано не обязательно с судебными издержками может быть вы работали над каким-то проектом очень много туда тратили сил забывали отдыхать и привели свою жизнь опять же в дисбаланс тут карта говорит нужно обязательно высыпаться восстанавливать силы правильное питание может быть для кого-то наоборот нужно сесть на диету спорт и привести свои мысли в порядок и в баланс вы должны понимать что когда в нашу жизнь приходит дисбаланс это может влиять на нашу дальнейшую жизнь поэтому вам нужно будет принять меры с чем у вас связан этот дисбаланс но вам нужно привести в баланс не только себя но и отношения с окружающими людьми и отношения с самим собой или с самой собой и с какими энергиями вы выходите из июля в август здесь у нас опять старший аркан это кач эндерунс это пойманные в руинах здесь в прямом положении люди сидят в темнице но темница то это какая-то разрушенная то ли крепость то ли что не знаю здесь они как бы закрыты просто они выйти не могут но крыш то у них нет и они могут выбраться при желании они могут выбраться наружу вот в прямом положении этот старший аркан показывает какую-то темную или сложную ситуацию в вашей жизни то есть как бы вы будете чувствовать что вы пойманы в ловушку да для кого-то это могут быть пустые пагубные отношения может быть какая-то несчастная бесполезная работа ну еще карта может говорить о негативных мыслях об убеждениях то есть как бы карта говорит что и все это может держать вас как бы пленником но выход то есть да вы можете конечно принять предпринять какие-то усилия и просто вылезти здесь конечно может быть карта говорить о самоограничениях вот если вы понимаете что вот эти ограничивающие ситуации или действия очень сильны они скорее всего навязаны вашими мыслями может быть вы сами себя в чем-то обманываете то есть вам нужно поменять каждое неправильное убеждение сдерживающий вас паттерн как только они у вас появляются если вы не будете ничего делать вы сохраните навсегда вашу привязанность вот к этой какой-то сложной темной ситуации как бы карта говорит не позволяйте руинам вашего прошлого разрушить ваше будущее потому что сейчас у вас есть шанс выбраться из какой-то сложной запутанной ситуации вот так у нас получился расклад для овнов я желаю вам всего самого хорошего удачи вам до свидания до свидания